Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 января. Я сегодня достала последние свои лотки с перцами, с томатами, которые для зимнего хранения были. Потому что дольше хранить уже нет смысла. Средина января и хочу особо вот отдельно снять видео про перец ромиру. Перец ромира у меня не поспел даже до 12 января до сегодняшнего дня. Он мало того, что не стал красным, он даже вот некоторые как были бледно-зеленые, он сохранился у меня так, как будто я его только что вчера сняла. Смотрите, какие блестящие, такие упругие. В чем дело, я не знаю. Возможно, для него температура в моем подвале очень низкая. И я сделала из этого вывод, для чего показываю. Конечно, некоторые стручки поспели, но опять же, который поспел, видите, он стал такой, как немножко морщинистый. У него подсох, короче. А те, которые не поспели, они в прекрасном состоянии, хрустящие такие, сочные. Но, конечно, вкус, они не приобрели вкус спелых плодов, как травянистые. Я такие перцы не ем, я попробовала просто, ну, для информативности, чтобы знать, какие они на вкус. На вкус они мне не понравились, спелые плоды, конечно, лучше. И почему-то вот простые перцы, они почти все дозрели. Вот у меня тут оранжевый бык в прекрасном состоянии. Это последний перец. Остальные все у меня поспели, все были хорошие. Поспел, вот здесь рядом с Рамира лежал и первенец Сибири, который вот совсем за пупушками я снимала зелеными. Вот этот тут богатырь, потом там последние венти. Все перцы простые поспели. Но не поспел Рамира. И это еще раз доказывает то, что, скорее всего, его лучше садить раньше, чтобы он поспел на материнских кустах, в теплых условиях, при солнышке. В этом году этот перец тоже буду сеять в январе вместе со всеми долгодумами, которые с длительным периодом вегетации, у которых срок ожидания очень большой. Потому что хочется получить этот перец все-таки спелый. Осенью, кто смотрел мои видеоролики, все, я вам показывала, какой он красивый в спелом виде. Вот эти вот маленькие, это последние. А до этого были прям здоровые, такие как кинжалы, как сабли длинные. Я делала фаршированные Рамира по совету одной зрительницы. Его разрезаешь на долю, он получается как суши. Очень хороший перец. Хочу научиться в совершенстве его выращивать, чтобы не томить его по полгода в подвале. И вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 месяца лежал он в подвале. За 4 месяца. И мне что интересно, он же у меня ничем не обработан. Я специально, я его даже не собиралась хранить. Я его когда высаживала, я и не думала, что он не вызреет у меня. Я его не собиралась хранить, он ничем не обработан. Чем вот такие чудеса выносливости объяснить, я не знаю. Некоторые же там пишут, что можно или в марканцовке помыть, или там фитоспорином опрыскивать, вот от гниения, чтобы грибков не завелось. Я просто его положила, ничего не делала. Вот я его как положила, так сегодня этот лоток и подняла. Все они свеженькие, такие, не морщинистые, но зеленые, как крокодильчики. Вот, перец рамира не вызрел даже в январе. Что это такое? До свидания! Это ролик просто для тех, кому интересно, для расширения кругозора, что есть вот такой перец. Он у нас еще не сильно распространен в сибирском регионе, и если честно, для нас он не сильно подходит. Его лучше выращивать, конечно, южаном, в теплых регионах, где-то, может, в Краснодарском крае. Но нам тоже хочется вот таких вот каких-то экзотических сортов попробовать, которые поспеют прямо на кусту. В этом году буду сеять в январе, где-то примерно в 20-х числах. Что получится при раннем посеве, покажу на будущий год. До свидания!